Кончена жизнь и навеки, исчезла счастья и радость. 1978 год. Премьера оперы Отелло в Большом театре. Спектакль получил высшую в то время правительственную награду, Ленинскую премию. Гениальная работа Атлантова не была отмечена. Субтитры создавал DimaTorzok Летом 2002 года самолет из Вены доставил в Петербург особо ценного пассажира – Владимира Атлантова. Последний раз он был в Ленинграде в 1975 году на съемках телефильма «Маяк Армен». Я спел за это время, которое мне пришлось быть за границей, столько примеров, что для того, чтобы это осуществилось здесь, мы можем прожить просто несколько жизней. Мне не столько хочется хвалить Атлантова, сколько хочется поругать себя, например, меня, поругать еще кого-то, кто мог, должен был и не смог добиться такого положения, чтобы лучшие голоса России читали себя совершенно обязанными и в школе русской вокальной, и обязанными перед публикой появляться, если хотите отчитаться, блеснуть. Но что я намекаю, как эхо повторяешь мои слова, а тайные мысли ты скрываешь, мне их открыть не хочешь. Да, ясно слышал я твои слова, Ах, печально, что случилось, скажи мне, Касью назвал я, И в тот же миг наклонился в роги, Открой мне все, если любишь, Возлюблю я всем сердцем, Ну, да, будь откровенен, Скажи все, что ты знаешь, Пусть то страшная правда, В горе смеши не старайся, Слов не ищи все, скажи мне. В 1939 году в Ленинграде родились три оперные мегазвезды Елена Образцова, Ирина Богачева и Владимир Атлантов. Позже они вместе учились в Ленинградской консерватории. Такого уникального выпуска больше пока не случилось. Вы знаете, так просто карта легла. Вот и все. Так карта легла. Почему раньше были вот в 19 веке Такое скопище композиторов, И русских, и зарубежных? Ну, это же просто невероятное количество гениев Просто родилось одновременно в том веке. Очевидно, что-то какой-то, так сказать, Катаклизм предвоенный, Ощущение какой-то опасности наших родителей Подвиднуло на какие-то подвиги Человеческие, мы вот родились такими смешными. Вот и мой дом. Вернее, бывший дом. Вот отсюда, в общем-то, и началась моя личная музыкантская жизнь. Вот, когда за этой подворотней, вот, Я выходил, чтобы идти туда дальше, на улицу Желябова, В капеллу, на занятия. Вон там угловой дом. Там жила семья Евгения Александровича Елизарова. Это моего дяди. Солиста, габаиста императорского оркестра. Во время блокады все это было здесь. Я все помню. Помню сидячих, замерзших людей, Лежачих замерзших людей. Я был маленький, у меня страха не было. Я просто знал, что они, так сказать, уже неживые люди. Родители, конечно, главным образом, мама старалась Это смягчить всеми теми способами, Какими только она находила возможными. Чтобы как-то это не доставало маленького человечка от меня. Это страшная штука. Я видел, что творило страшного. Я не был, так сказать, эмоциональный, Еще достаточно выросший, чтобы понять, что это такое. Весь с ужасом. Владимир Андреевич, у вас очень много правительственных наград. Но я думаю, что тот знак, который мне поручили вручить вам сегодня, Будет для вас не менее ценен. Житель блокадного Ленинграда, Которого до сих пор у вас не было. Спасибо большое. Вы знаете, я нахожусь в растерянных чувствах. Я ошеломлен этим. Потому что, конечно же, Я не знаю, стоит ли это, но я жил здесь. Действительно, это самая дорогая, Самая значимая, очевидно, для меня память о том, Что было вместе пережито. С этим потрясающе красивым, Ароматным, сказочным, Непередаваемым городом. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1946 году Наши мамы привели нас на мойку 20 В хоровое училище Пренинградской государственной академической капелле. Я не знаю ни одного вокалиста, Который мог бы играть в студенческие годы, Скажем, концерт, фортепиальный концерт Рахманинова. Он нежный, мягкий, отзывчивый и такой интеллигент не в первом поколении. Там за плечами есть вот этот вот, так сказать, фундамент вот такой интеллигентности, Какой-то интеллигентности врожденной. КОНЕЦ В 70-е годы пение на языке оригинала вызывало недовольство телевизионного начальства. Атлантов в фильме по страницам любимых опер Пытается доказать несостоятельность таких решений. Я стараюсь, стремлюсь относиться к музыке очень бережно. И это относится в такой же полной мере и к языку, На котором я исполняю роль. Мне кажется, что есть, существует музыка языка. Есть музыка русского языка. Есть музыка итальянского языка. И мне кажется, что при переводе Эта музыка, конечно, потеряет очень многое.